Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Некоторое время назад я вам показывал рецепт потрясающего французского блюда. Это косуле. По сути, это жаркое, только вместо привычной нам картошки в качестве углеводной составляющей, там фасоль. Одним из очень важных ингредиентов в косуле выступают утиные ножки конфи. И в том выпуске я обещал вам показать, как их готовить. Обещание выполняю, потому что мне наконец-таки удалось найти в магазинах утку. Вот такую отличную жирную утку. Сразу отмечу, что утиные конфи – это, по сути, тушенка. И, как вы, вероятно, догадываетесь, эта тушенка совершенно не обязательно должна готовиться именно из утки. Ведь что такое тушенка? Это способ переработки мяса для его длительной сохранности, без морозильника. Таким образом можно обработать утку, гуся, индейку, можно даже жилистых суповых кур. Вариантов приготовления существует величайшее множество. И сегодня я вам покажу один из самых простейших. Ну а в следующий раз, если мне удастся найти такую же классную уточку, а может быть вообще гуся, я покажу вам вариант чуть посложнее, ну и, соответственно, побогаче вкусом. Вот здесь у меня лежит источник коллагена для будущего блюда. Это шкурка свиньи, тут даже и сало есть, видите, предполагаю, что это щеки. И разрубленная вдоль ножка поросенка. В качестве этого самого источника, я про коллаген, можно использовать и телячьи рульки. Все это довольно хорошо очищено, но чтобы было проще со снятием пены, сначала вскипячу все отдельно. Доведу до кипения и дам повариться минут 5. Сам тем временем разрежу утку на куски. Конечно же, можно на конфи отделить, например, только ножки и грудку. Но утиная шкурка и остов со шметками мяса при таком вот способе приготовления приобретают очень классный такой вкус и аромат. Если косточки, ну например, спинку или крылья добавить в тушеную капусту или в борщ, то вкус готового блюда становится в разы лучше. А тем временем вода закипела и можно снимать пену. Конечно, я мог бы вообще не заморачиваться и просто слить этот бульон, но тогда немного хлопьев останется на стенках дуршлага. Прекрасно понимаю, что это полумеры, потому что утку-то я не собираюсь отваливать, но пусть это будет моим самодурством. На самом деле, конечно, это я таким образом пытаюсь дополнительно именно вот свиную шкурку и ножки очистить. Ну, собственно, все подготовительные этапы завершены. Начинаю загрузку. Сначала сюда идет свиной смалец. Очень много смальца. Вот всю эту упаковку и грохну. Тут граммов 400, наверное. А затем ножки и шкурки. Ну и немного разровняю. А теперь плотно укладываю утку. Слой положил. Вот так посолить. Добавить немного черного перца. Главное не переборщить. И чуть-чуть сахара. И следующий слой утятины. И так до победного конца. И вот в таком вот виде отправлю все на огонь. На очень слабый огонь. Заметьте, воды не добавлял. Когда смалец растопится, утка тоже начнет понемногу нагреваться. И потихоньку-потихоньку даст сок. Готовить нужно при очень слабом нагреве, чтобы ни в коем случае ничего не кипело. Часа, наверное, 3, может быть, 4. Свиного и утиного жира должно быть очень много, чтобы вся утка была практически полностью погружена в него. И не говорите вы мне ничего про здоровое питание. Я эту тушенку прямо из кастрюли есть не собираюсь. Из этой тушенки куски мяса используются в других блюдах. И предварительно, естественно, весь жир, вытопившийся, с них счищается. Кстати, этот жир тоже можно использовать, например, для приготовления теста для ирландского пирога. Ну или, например, для приготовления тестяной же крышки вот в этом блюде. Щелкайте и посмотрите, если вдруг пропустили. Да и просто на этом жиру картошку пожарить или капусту потушить. И язык проглотить можно. Потому что именно жир лучше всего набирает в себя вкус и ароматы. Встретимся часа через 3. Итого, 3 часа прошло. А как можно понять, что все готово? Да по консистенции утки. Если мясо стало такое же мягкое, как в привычной вам тушенке, значит все. Сейчас разложу все аккуратненько. Нет, конечно же, для полной аутентичности готовить надо было все в глиняном горшке, с нешироким горлом, в печи. Но после окончания готовки ничего никуда не перекладывать, а просто обвязать горлышко тряпицей и в таком виде убрать в погреб. Ну, во-первых, у меня нет такого горшка, а во-вторых, нет такого погреба. Поэтому я использую более современную посуду. А вместо погреба уберу уточку в холодильник. После остывания, конечно. Берите способ на вооружение и готовьте подобные конфи из утки, из гуся, из индейки, из жильства суповых кур. А я постараюсь в ближайшее время показать вам еще более продвинутый вариант. И, да, и, наверное, тоже в ближайшее же время постараюсь снять и показать вам рецепт польского бигуса с использованием сегодняшней уточки. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok